Ноябрь месяц, до зимы осталось две недели. Мы едем в горную Аджарию, в заповедник Кентвиши. Великолепная дорога, по красоте своей. Не по качеству, а по красоте. Стоят вековые эвкалипты на дороге. И что самое интересное, во многих местах ветки их можно достать. Обычно они с большой высоты начинаются, нереально достать. А тут можно. Пейзажи умопомрачительные. Где-то мы ехали и видели на склоне горы плантацию мандарин размером с гектар. И вся усыпана оранжевыми шарами. Как новогодняя елка. Это зрелище было фантастическим. Тут растет на склоне королевская хурма аджарская. Почему на склоне? Вот тут вот обрыв. Ее не достать. Дорога узкая на одну машину. Правда, есть места, где можно разъехаться. Река течет внизу, Шинтриси. И заповедник Шинтриси. Где-то вот прямо по направлению еще есть одна дорога в Горную Аджарию. В Мтерала парк. Плачущий парк. Вот поймали мы зрелище. На склоне растут мандарины. Сейчас я еще покажу. Просто красота обалденная. Склон. Буду приближать. И будет видно, что полным-полно мандарин. Ох ты! Не показывает камера эти оранжевые шары. Почему-то не видно. А так весь этот склон усыпан оранжевыми шарами мандариновыми. Заповедник Кентрищи нам не поддался. Вот такая дорога. Но это еще хорошая дорога. Отсюда начинается раздолбайка. Но дальше все в лужах. Все в жутких камнях. Разбито. И не для нашей машины. Эта старушка такого издевательства не выдержит. Вот тут видно будет, под каким углом, на каком склоне растут мандарины. Сейчас постараюсь приблизить. Ах, и тут плохо видно. Дом виден. А мандарины как бы не отсвечивают. Ну, я думаю, здесь уже будет видно. Крутейший склон. Тут надо быть либо щимпанзе, чтобы это все собрать. Потому что, ну как, практически вертикальный склон. И растут мандарины. Или каким-то супер гимнастам. Я даже не представляю, как тут можно, зависнув, собирать вот на таком склоне мандарины. Уклон, наверное, градусов 80. И чтобы было понятно, на каком фоне это все растет. Сбор урожая мандаринов. Вот люди сидят и собирают мандарины. А наверху, вот эта оранжевая. Это уже будет хурма. Аджарская хурма, королевская. Огромная. Там каждый плод не меньше 200 грамм. А то и до 400 может доходить. Вон склон мандариновый весь. На каких только уклонах не селятся люди. На каких уклонах землю не обрабатывают. Молодцы. Ну вот тут четко видно, сколько мандарин растет. Тут уж будет видно. А, моментами они еще и зеленые. Прячутся в зеленой листве. Вот прямо на склоне. Но это еще и идеальное место для сбора. Потому что весь этот склон наверняка хозяин этого белого дома. Из этого дома. Вид великолепный. Где только они селятся. Вот как. Как туда завозят этот материал. Ну, ясное дело, дорога есть. Добираться туда сложновато. Речка Кентрищи. Чистая, красивая. Уютная такая речушка. И мы едем сейчас в деревню под названием Кабулети. Железный мост. В шириной максимум в две машины. Хотя мы уже тут в горной Аджаре ездили по мосту. Когда одна машина еле-еле проезжала. По железному мосту. Едва не цепляясь зеркалами за бортики. Путешествуя по горной Аджаре, и никогда не знаешь, куда наткнешься. Куда приедешь. Вот узенький мостик. Узенький мостик. Великолепное место. Чистейшая река. Тут уже мы пробку создали. Машина будет буквально застрявшая. Надо уезжать. Но красота обалденная. Вот. Люди. Люди терпеливо ждут. Катаясь по красивейшим местам Аджареи, просто куда глаза глядят частенько, вдруг, нежданно-негаданно, на реке Кентрище наткнулись на, по всей видимости, рыбное хозяйство. Может быть, где-то будет и лучший вид на него, но очень обустроенное хозяйство такое рыбное. Мы сейчас увидели, что люди рыбу, хотел сказать, собирают. Нет, не собирают, а ловят. Это мы собиратели, а не ловцы, охотники. А, даже сейчас видно, сетью идут. Огромное хозяйство и огромные вложения. И тут же, вот это прямо по курсу кладбище. Я не знаю, это что, пальма, папоротник? Банан. Банан? Может быть, может быть. И склон дороги. Уже террасировали склон, и наверняка его сейчас засадят. Деревьями мандариновыми. Так на дороге диким образом хурма растет. Это уже не длиноносая. Это круглая хурма, но у каждой есть своя изюминка. Эвкалиптовая аллея на почти пустынной дороге. Могучие эвкалипты, вековые. Кора белая, как у березки. Конечно, другая фактура, структура. Цынящие листья имеет. Это длинный эвкалипт. А бывает еще круглый эвкалипт. Лечит желудочно-кишечный тракт великолепно. Это я уже говорю на собственном опыте.